Привет, друзья! Это уже третий выпуск о знаменитостях, которых не стало в 2019 году. А если вы не смотрели два предыдущих выпуска, то в конце этого видео будут закрывающие окна с переходом, кликнув на которые, вы сможете приступить к просмотру. Ложка и снег мешая, ночь идет большая... Ушел из жизни композитор Крылатых качелей и колыбельной для Умки Евгений Крылатов. Крылатов является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. В их числе мультфильмы «Умка», «Дед Мороз и лето», «Трое из Простоквашина», а также фильмы «Смятение чувств», «С любимыми не расставайтесь», «Достояние республики», «Чародеи», «Приключения электроника», «Гостя из будущего» и другим. Ему было 85 лет. В 2019 году не стало журналиста и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Сергей Доренко умер в Москве в возрасте 59 лет. Известный журналист ехал на мотоцикле «Маркет Триумф» в Москве, но внезапно упал. Предварительное заключение, почувствовал себя плохо и не смог справиться с транспортным средством, сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, врачи констатировали клиническую смерть, спасти Доренко не смогли. Причиной смерти журналиста могло стать слабое сердце, сообщил Интерфаксу источник в службе скорой помощи. Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», ушла из жизни на 1973 году. В заявлении семьи актрисы говорится, что она скончалась от рака в окружении семьи и близких. Также Липтон сыграла в сериале «Отряд стиляги», а молодых хиппи, вынужденных пойти работать в полицию и выполнять задания под прикрытием. В 1970 году она получила за эту роль «Золотой глобус». В 1990-е она сыграла Норму Дженнингс, владелицу закусочной в «Твин Пикс». В 2017 году она вновь исполнила эту роль в продолжении сериала. Экс-чемпион Формулы-1 и бизнесмен Никки Лауда скончался в возрасте 70 лет. Лауда трижды становился чемпионом Формулы-1. В 1976 году на трассе Нюрнбург-Ринг в Германии он попал в страшную автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. С середины 90-х годов Лауда вследствие травм страдал от заболевания почек. Донором почки стала для него его же жена. В Египте сообщили о гибели экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси ушел из жизни в возрасте 67 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на египетское телевидение. Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство. Мы как птица садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Лидер и вокалист группы «Высокосный год» Илья Калинников ушел из жизни в московской больнице. Ему было 46 лет. По словам директора группы Алексея Кана, причиной смерти стала остановка сердца. Группа «Высокосный год» основана в 90-м году. В конце 90-х она получила известность благодаря песням «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и другим. Также песня «Тихий огонек» стала заглавной в сериале «Дальнобойщики», выходившему на канале НТВ. В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Z в картинах «Люди в черном» и «Люди в черном 2». Ему было 88 лет. Торн играл в театре на Бродвее и в кино, снявшись в более чем 180 картинах. Умер астрофизик Николай Кардашев. Советский и российский астрофизик, член Совета Российской Академии Наук по космосу, академик РАН Николай Кардашев скончался на 88-м году жизни. Главным делом в жизни ученого стал международный проект «Радиоастрон», над которым он работал более 30 лет. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Скончался певец Вилли Токарев. Советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Известность ему принес его второй альбом «В шумном балагане» 81-го года, который был популярен среди русскоязычных эмигрантов. Там же пел в русских ресторанах. В репертуаре Токарева преобладал русский шансон. Среди наиболее известных его работ «Небоскребы», «Над гудзоном», «Нью-Йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рождения» и другие. Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова. Ее не стало на 80-м году жизни. Среди них «А если это любовь», «Софья Перовская», «Любовь с привилегиями», «Мелочи жизни», «Граница таежный роман», «Бригада», «Глухарь» и другие. А наиболее известной ее ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории, главной героиней юмористического телесериала «Моя прекрасная няня». Назарова также много работала как актриса дубляжа в игровых и анимационных фильмах. Не стало бывшего президента Франции Жака Ширака. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. В 2005 году он перенес инсульт, и в последние годы состояние его здоровья неуклонно ухудшалось. Ширак был президентом с 95 по 2007 год, а с 77 по 95 он был мэром Парижа. В середине 70-х руководил правительством Франции. Скончался режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров. Он ушел на 86-м году жизни. Им постановлено почти 50 театральных постановок. Захаров являлся также и режиссером кино. Среди его картин «12 стульев», тот самый «Мюнхгаузен» и другие. Он был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем к 10 кинофильмам. Ушел из жизни автор музыки Кмимино и Кинзадза Гия Кончелли. Грузинский композитор Гия Кончелли скончался от продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Он проходил лечение в одной из тбилисских клиник. Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых Мимино, Кинзадза, Негорюй и другие. На 86-м году жизни не стало космонавта Алексея Леонова, который первый в истории вышел в открытый космос. На 84-м году жизни не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил Интерфаксу источник в его окружении. По данным собеседника агентства, Лужков скончался в Мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. На 62-м году жизни не стало вокалистки музыкальной группы Rockset Мари Фредриксон, сообщает шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певица ушла из жизни 9 декабря. В 2002 году у Фредриксон была диагностирована опухоль головного мозга. Она перенесла операцию, за которой последовал долгий период реабилитации. Шведская группа Rockset – это дуэт Фредриксон и музыканта-композитора Пера Гесле. Они выпустили дебютный альбом еще в далеком 86-м году и вскоре приобрели мировую известность. Среди самых популярных песен Rockset – It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Sleeping in My Car, Crash Boom Band и другие. В возрасте 59 лет скончался актер Андрей Харитонов. Он прославился после роли в сериале «Овод». На счету актера десятки ролей в кино, а последний фильм с его участием снят в 2013 году. В США ушел из жизни создатель черного плаща и смурфиков Гордон Бресак. Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов пинки и брейн, черный плащ и смурфики Гордон Бресак ушел в мир иной на 69-м году жизни. Александр Константинович Кузнецов, советский, российский и американский актер театра и кино, ушел из жизни 6 июня 2019 года в США от онкологии. Во вторник 23 июля 2019 года российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице от травм, которые он получил во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Ушел из жизни один из богатейших предпринимателей США Дэвид Кох. В рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года Кох занимал 11 место вместе с братом Чарльзом. Состояние каждого из братьев оценивается в 42 миллиарда долларов. Им принадлежали доли в компании Кох Индастриэс, основанной их отцом.